Одна из целей смерти на кресте Иешуа заключалась в том, чтобы эта завеса была разорвана сверху вниз, чтобы мы могли иметь моментальный доступ к присутствию Божьему. Нам заповедано приближаться к Богу. В Евреям 10 глава, с 19 по 22 стих. Итак, братья, мы можем с уверенностью, воспользоваться тем путем Святая Святых, который был открыт для вас в крови Иешуа. Он посредством своей плоти торжественно утвердил его для нас как новый и живой путь через Парахет. И есть у нас великий коэн над Домом Божьим. Поэтому давайте приближаться к Святая Святых с искренним сердцем, с полной уверенностью, источником которой является доверие Богу, с сердцами, окропленными, очищенными от нечистой совести, и с телами, омытыми чистой водой. Поэтому то, что я описываю, является не совсем привычным для культуры 21-го столетия. Однако это центральная тема Библии, и это главный опыт Писания. На мой взгляд, наступило время восстановить церкви то, что ей принадлежит по праву. Мы часто позволяем разным вещам быть украденным у нас. Но иногда мы даже не понимаем, что это было украдено, потому что мы не уделяем время для того, чтобы погореть с Отцом, читать Писание. Нам нужно осознавать эти истины, чтобы двигаться дальше в том, что Бог приготовил нам. И четвертый ключ. То, о чем мы уже говорили много, это записывать, когда мы делаем записи. Я повторяю многие вещи, потому что я действительно считаю, что нам нужно это делать. Бог сказал Аввакуму записать видение на скрижалях. Прежде чем я начал это делать, это даже не приходило мне на ум. Но когда начал, я увидел, что это очень ценно. Есть много мест в Писании, где мы видим, что люди записывали то, что им было сказано. Псалмы, пророки, откровения. Когда Ишуа обратился к Иоанну, он сказал, запиши это. Часто мы забываем записывать. Но когда мы начинаем это делать, мы войдем в живые отношения с Богом. Может быть, вначале мы будем сомневаться. Но записывайте. Тяжело будет пытаться войти в этот диалог, если мы не читаем внимательное Писание. Мы должны находиться в глубоких отношениях с Отцом. И поэтому, когда я сказал, что только тогда, когда мы читаем внимательное Писание, мы можем входить в эти отношения. Когда Ишуа сказал, что «Мое учение, оно не от меня, но оно от пославшего меня». Таким образом, Он говорит нам, что Он слышал Отца. Значит, что Он практиковал эту молитву и слушание. Если Он это делал, мы должны тоже так поступать. Ишуа также сказал, что «Моя пища есть исполнять волю пославшего меня». Этим Он говорит, что исполнение Божьей воли придает Ему силу. Я консультировал многих лидеров. Не потому, что я лучше них. Но Бог открывал дверь для этого. Кто-то уже просто сгорал. Мы все знаем, что это значит сегодня. Это очень популярное слово. Когда мы просто истощаемся в своих трудах. Часто, когда я общался с этими людьми, я находил причины для этого. И причина заключалась в том, что они делали то, что Бог их не просил делать. Они настолько вовлекались в это, что думали, что действие – это самое лучшее, как они могут исполнить Божьей волю. Но они забывали, что самое важное – проводить время с Отцом, чтобы слышать Его голос и делать только то, что Он просил. Если мы выходим за рамки Его воли, Он не может укреплять нас. Но если мы пребываем Его воли, Он укрепит нас. Если мы делаем это, мы можем достичь многих прекрасных вещей. Многие люди в церквях, где я был, вот в Финляндии и в других местах. Когда я им рассказываю о своих путешествиях на Украину, что я делаю, они спрашивают, как у тебя это выходит? Я бы полностью выдохся. Я говорю, ну, может быть, ты и выдохся бы. Но я знаю, что если я делаю то, что Отец хочет, тогда Он даст мне силы для этого. И это подтверждено многими годами. Когда я не нахожусь в Его воле, я чувствую, что с меня хватит, я разочарован, я истощен. Но когда я в Его воле, тогда я чувствую силу и могу сделать все, что необходимо. Помните это, когда вы являетесь частью служения. Ишуа также сказал, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из Бога. Это также касается молитвы слушания. Слушание Слова Божьего напитывает нас и ведет нас. Те, кто хотят следовать Мессии, они будут слышать Его голос. И если мы будем идти за Его голосом, мы будем в безопасности. Помните, что Ишуа сказал об овцах? Они идут за голосом пастыря. Овцы слышат голос Его и следуют за Ним, потому что знают Его голос. Для нас очень важно слышать Его голос, чтобы мы шли Его путями. Когда мы слышим Его, слышим то, что Он говорит нам. «Ишуа говорит, что Я есть дверь овцам, и кто войдет, но и тот будет иметь жизнь вечную, и он войдет и пажить найдет. Мы не должны предполагать вещи». В Америке недавно было такое движение, оно называлось «Назови это и провозгласи это». И они брали какие-то обещания Божьи, которые написаны в Слове Божьем, и говорили «Господь, Ты это сказал, давай нам». Они предполагали, что каждое обещание в Писании сделано для них. Но это неправда. И мы должны обнаружить, какие обещания Бог сделал для нас. Кто-то пытается скайпить меня. Я просто хочу разбить. Мы должны понимать, что Бога будет для нас, что Бога будет для нас в жизни, и как мы должны проработать. Мы должны понимать Божью волю в наших жизнях, в чем она заключается, и как нам ее исполнить. Давайте остаток этого занятия мы разберем вопросы, которые у вас есть. если они у вас есть. Потому что, может быть, для кого-то это новая идея, может быть, для кого-то это странная идея. Но я пытаюсь поделиться из Писаний тем, что я верю, важно. Итак, я предлагаю нам сейчас разобраться с вопросами, которые у вас могут быть. Or maybe, let me say this, I think we'll take maybe 15 minutes for that, and then the last 15 minutes I want to do something else. Окей. В общем, 15 минут на вопросы, 15 минут еще на что-то. Сюрприз. Если есть вопросы, давайте быстро соображать. Вопросы есть? Otherwise, I will move on to something else. Нет, давайте вопросы. Давайте у вас есть вопросы. Откры оставаться с Андреем. Если вы в отношении с Луэзи, если вы просто потерялись, или просто не делали себя право. Как вы получили towards этот отношения? Когда вы чувствуете, что отношения уходят, то есть они не такие, как раньше, вам, естественно, нужно покаяться в том, что вызвало эту потерю прежних отношений. Упорядочьте то, что пошло не так, и вернитесь, потому что Бог, Он всегда там. Но также сделайте вывод и научитесь на своих ошибках. Это очень важно. Если вы поняли, что что-то не так, не совершайте это снова. И потом идите дальше. Потому что так часто мы также позволяем что-то, что мы сделали. Как я могу сказать это? Я встретил людей, которые напоминали о том, что они сделали, но они постоянно напоминали себя о том, что они сделали. Я встречал людей, которые, например, покаялись в своих неправильных поступках, но потом они сами себе напоминали, что они сделали не так. Это как раньше заключенным привязывали цепь на ногу с гирей, чтобы они не убежали. И иногда мы, может быть, мы, может быть, мы не убежали цепи, но забываем избавиться от цепи. Иногда может быть то же самое, потому что если вы избавляете цепи, то вы не нужны цепи. Нет, но цепи это как избавиться от цепи, но потом взять эту гирю в руки и идти с ней. Есть еще один пример, что люди, когда каются, они несут свой чемодан со всеми своими проблемами, грехами ко кресту и они оставляют у креста, но потом, уходя, забирают его с собой. И Павел сказал это так. He said, I put behind me everything from the past and I press forward and go to the God. И двигаюсь вперед. Еще вопросы? How would you explain this necessity of the personal relationship with the Lord to the youth, to the young people? How do you mean? I mean it. How do you, what do you do to explain it to the young people? Because, what I've done during this whole week, basically. because I mean any other way, I mean to attract their attention to that or to tell it is necessary to go deep in that. You know? Well, the biblical principles should be enough to show anyone that they need to take this seriously. Did you translate your question? Did you translate your question? No, but I need to figure out if you're going to answer that. why should it be more difficult to explain to the youth than to anybody else? Why? Okay. It's another teaching for you from me. No, 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 I'm joking. It's something that you are. It comes down to your dedication. If you want to follow Yishua, then you will want to understand how you can do that in the best possible way. If you don't, then maybe you're better to leave. Now, some people say I'm very hard on this. but you have to remember I've experienced many things. And I have become very strong sometimes with people. and the world has this philosophy of you do what you feel good in you. And the world what's second? an obedient if you are not willing to be disciplined if you are not willing then you cannot become a disciple. If you're not willing to be obedient to Scripture then you have no place. and someone whoever it is whether it's a young person or an old person who will continually argue with me about whether he should do something when it's clear as daylight in Scripture. I show them the door. I'm sorry. You can say I'm not compassionate. You can say I'm not loving. But sometimes love is not patting you on the head. It's giving you a kick in the back side. It's giving you a kick in the back side. I spend much time with people counseling and trying to help them. I spend much time with people counseling and trying to help them. And as I said I said if someone constantly is doing this and he's not willing to learn and to move forward then I don't have the time. And people need to understand. They think when you become a believer that you're going to go on a cruise boat. when we become a believer and when we become a believer they're going to sit in your sun chair and drink your lemonade and you have a good time. They have a good time. They have a good time. They have the wrong picture because we're not on a cruise boat. We're on a warship. We're not on a cruise boat. We're on a warship. We are at war. With the enemy and with the world and with the world. If the world we don't change the world if we are not changes of the world that we're in the wrong place. If we're not the world if we're not changing the world then we're not in the wrong place. Amen. Amen. Thank you. That's what I was looking for. Yeah. Когда тебя не было, чтобы он повторился? А. Хорошо. 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 Okay. There is a question. You said yesterday that we don't, each of us doesn't have that power and authority that Yeshua has, but in John 12, Yeshua says that you will do the same things and the greater works that I do. So what was he talking about? That's not talking about authority. Yeah? It's talking about miracles and wonders and signs and things like that. It's also talking about the way that you live. Being able to live a life which brings glory and honor to God. But it's not talking about authority. That's a whole different question. You need to read Paul. He talks a lot about the authority that we have or don't have. Okay. This is a whole different teaching, so I'm not going to begin on that right now. But that text is not about authority. Okay. One more question. Yeah? Okay. 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 I'm going to ask you for your answer. So I ask you if I should ask you. The question is when we pray for a person and we're asking for healing, for instance. So, but we we're not sure if we believe in that right now, that we if we believe that God is going to provide this healing right now. So, what should we do in this case? Should we avoid praying? Because you said also we should pray according to the God's will. So, what should we do? I said that you told us the other day that we should take this passage where Yeshua was asking this father of that possessed son and he said I believe but help my unbelief. So, we need to ask for faith but still to pray. Scripture tells us in James, okay, about praying for healing. Также говорится о молитве за исцеление. Now, in principle I believe that everybody can pray for everybody. And in principle I believe that everybody can pray for everybody. But Scripture does say that if someone is sick among you, let him call the elders. But in this case, if someone is sick among you, let him call the elders. that they would pray for him, anointing him with oil. And if he has sinned, his sins will be forgiven. We know the passage very well. So, I think Scripture gives us, when we're talking about praying for healing, it gives us, how can I put this, it gives us a way in which we should do that. And then it becomes a question of obedience. Now, some people won't go to the elders because they're afraid of what they're going to tell them. So, I think we should we should follow the scriptural pattern, if you like. But also, you can pray, but like I said, you need to know what is it that God wants you to pray for. I, I вам говорю, в принципе, что вы можете молиться, но хорошо и правильно знать то, чего Бог желает. Don't go beyond it. Не идите дальше этого. That's important. Это важно. Because you need to pray also in faith and if you don't have the faith, then maybe you need to adjust your prayer to your faith. How much faith do you have? So, there are a number of issues involved here. There are a number of issues involved here. And yeah, you just need to be in tune with whatever it is that God wants you to pray for that particular moment. Now, sometimes people will come and ask me to pray for healing in their life and I will just begin to pray for them and whatever it is that God gives me through I will pray over them. And at the end I may not have even prayed for the healing and I've never had any complaints yet. And I've never had any complaints yet. Maybe they'll come. But it's it's just to be in tune with the Father because don't let that we should be in единстве with the Father and not let there be a pressure on you. But do it in the freedom that God gives. But do it in the freedom that God gives. Now, I know that it's possibly not a very concise or clear answer. I know that it's not a very concise or clear answer. But I think we need to understand, okay, there are things that we can do and the things that we can't do. that there are things that we can do and the things that we can't do. We have in these subjects it's always we need to take the whole of Scripture. and then we come to a better understanding. Because we very often pick out the text that we want. If we don't have to take the text we want. We don't have to take the text we want. We have to take the text If the answer is not clear for you come and talk to me about it. Okay. Now, what I want to do before we take the break is I want to put into practice what we've been talking about. I want to put into practice what we've been talking about. What I want you to do is to listen Okay. You're sitting almost two by twos. Вы почти все сидите по двое. So, just listen You can go and sit over there. А, Вера, пересядь, пожалуйста. Okay. And we've got a third man up there so one can move down here. Василий, пожалуйста, пересядь, если вы видите еще. Just for a few minutes you can go back afterwards. Just for a few minutes you can go back afterwards. What I want you to do is to try at least instead of just beginning to pray for the person next to you to listen and see if God tells you something. And then to pray that over the person who is next to you. Okay. This is a challenge. I'm going to stretch you a little bit here in your faith. I'm going to stretch you a little bit here I'm going to stretch you a little bit here in your faith. Yeah? Okay. You ready for that? You ready for that? Practice listening to the Father. Just ask the Father in your heart just say, Father, speak through me. Okay. You have 10 minutes, basically. You have 10 minutes. Субтитры подогнал «Симон»